друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет оставляйте вопросы если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки и мое традиционное напоминание которых многих возможно уже достала ну что уж поделать друзья это ссылка которую можете найти в описании к этому ролику на наш телеграм-канал о маркет с торговыми идеями где она ежедневной основе мы постим размещаем большое количество контента делаем это друзья для того чтобы у вас было больше информации чтобы вы оперировали данными и технического анализа и какими-то фундаментальными отчетами статистикой больше информации это не меньше информации разумеется не нужно сломя голову кидаться на отработку каждой идеи фильтруете друзья информацию соответственно несколько точек зрения точек видения опять же на тот фундамент и технические возможности которые есть это то что повышает шансы реально найти стоящую инвестор идею что сегодня мы продолжаем следить за американской статистикой собственно в начале этой недели ждали отчеты которые были скомканы под конец этой пятидневки так оно и получилось вот сегодня у нас блока серии отчетов по штатам это первичные заявки на пособие по безработице годовые данные по ввп и индекса расходов наличное потребление все отчеты выйдут в одно и то же время в 15 30 по московскому времени доллар друзья как и большинство да практически все финансовые активы на которые мы сделали самую большую ставку за последние недели радует нас потому что все происходит именно так как мы и прогнозировали поэтому если вы прислушались к моим рекомендациям если изначально разделяли такие же мнения и такую же точку зрения то вы сейчас друзья в очень хорошем профи с чем я вас всех и поздравляю действительно проводим очень удачную неделю индекс доллара который опережает все самые смелые бычьи прогнозы уже по этому инструменту видим котировки 103.43 причем напоминаю что максимальный уровень с 20 года который был зафиксирован во время к вида пандемии был лишь немногим выше 103 81 и я как вы помните комментировал шанс того что индекс доллара доберется до этой планки по мере заседания американского регулятора который запланирован на следующей неделе когда ставку повысится на 50 байсных пунктов но рынок как я уже отметил идет с опережением и большой ему за это спасибо бычий тренд продолжается индекс доллара все крепче и крепче напоминает что индекс доллара оценивает стоимость американской валюты против шести основных прочих валютных активов доллар покупают поскольку все ожидают повышение ставки как я уже отметил все ожидают начало действия программы количественного ужесточения все ожидают серьезного на шага американского регулятора который будет направлен на борьбу с инфляцией предотвращение перегрева экономики соответственно мы тоже ждем таких же решений я настроен правда еще на следующей неделе по факту получать не только вот эти решения по ставке программе количественного смягчения но хотелось бы услышать анонс от американского регулятора того что точно такое же решение по росту ставки на 50 байсных пунктов будет принято и в мае и в июле а потом еще и в сентябре очень мне понравилась идея дочь банка о том что процентную ставку сша нужно будет поднять в район 5 6 процентов конечно же я понимаю что это не нереально это это слишком много для развитой экономики и скорее всего действительно где-то в районе двух трех процентов показатели ставки эта мера начнет приносить свои плоды инфляция пойдет на спад но все-таки как приятно сейчас спекулировать на агрессивном настрой регулятора на потенциально более высоких темпах разгона процентной ставки и как приятно видеть как индекс доллара на этом тестирует все новые и новые максимумы а доллар также получает поддержку как защитный актив учитывая что сейчас мы по-прежнему говорим о сохраняющихся геополитических рисках связанных со восточной европы и негативных последствиях для всей мировой экономики из-за ухудшения педагогического фона в китае вот на этой ноте предлагаю перейти к рынку нефти который котируется держится в диапазоне по бренду 103-105 долларов а за на баррель причем очень интересный насыщенный новостной фон ранее в ходе вчерашнего брифинга мы с вами обсуждали на то что на рынок нефти очень сильно влияют опасения относительно спроса из-за к вида и новых ограничений а в китае но есть и нейтрализующие эти страхи сообщение новости опять же скажем так даже обещание народного банка китая который хочет помочь бизнесу потребителям мерами экономического стимулирования это может быть снижение норм обязательного резервирования это может быть программа дополнительной прямой финансовой помощи программа субсидирования заработных плат для населения более низкие льготные условия корритования для корпоративного сектора честно говоря инструментов очень много но выполнят ли эти обещания народные банки китая я не знаю скорее всего да второй нейтрализующие опасения касающиеся спроса фактор то что власти пока что еще не отваживаются вести на локдаун в столице в пекине я понимаю чем это связано это в том числе друзья связано с тем что ранее от партии скажем так было получено директивная установка обогнать по темпам экономического роста в этом году американскую экономику и разумеется если бы сейчас тоже пекин оказался условиях локдауна это сильнее бы застоплил экономическую активность и тогда у китая не было вообще никаких шансов а пока шансы сохраняются я все-таки рассчитываю на то что китай в конечном счете выплывет спроса спросу со стороны экономики поднебесной ничего уже не будет угрожать и мы сосредоточимся на текущем энергетическом кризисе которые друзья усиливается в плане нехватки предложения из-за особенно на фоне последних решений газпрома прекратить поставку в газа в польшу и болгарию как недружественным странам которые отказались платить в рублях и как отмечалось ранее точно по такой же дорожной карте могут развиваться события дальше след за этими европейскими регионами могут быть и могут последовать и другие по рынку нефти и оптимист 110 115 долларов за баррель это цели прежние европейская валюта валится и друзья я не думаю что я скажу такое но по евро я пожалуй все-таки уже выйду из валютной пары очень неплохо удалось прокатиться в плане нисходящего ралли плавить заработать на этом надеюсь то что вы примкнули к этому очевидному предсказуемому нисходящему тренду который принес полтысячи пунктов за последние несколько недель евро остается под давлением ухудшающегося фона именно непосредственно европейского плохих данных неготовности европейского центрального банка бороться с инфляцией энергетического кризиса который угрожает энергетической безопасности еврозоны потребительские настроения вчера в германии просили до исторического минимума что связано с снижением потребительской способности населения из-за высокой инфляции причин для снижения евро много если вы будете дальше оставаться в оппозициях друзья удачи вам я вас переубеждать не буду просто иногда нужно фиксироваться и всех денег не заработать но если вам нужна следующая цель то большинство экспертов аналитиков вас ждут уже минимальное значение семнадцатого года примерно отметки 103 50 попробуйте замахнуться на то чтобы сделать эту планку американский фондовый рынок снижается 4200 пунктов ждем 4000 пунктов доллар иена друзья какая блестящая сделка получилась мы рискнули поставили на то что заседание банка японии не обернется мерами ужесточения монетарной политики а станет очередным заседанием бездействия так оно и получилось ничего не скорректировали не ставки не программу количественного смягчения участники рынка увидели в этом очевидный сигнал того что на текущем этапе японские власти не планируют бороться с обесценением курса национальной валюты а значит йену можно продать еще активнее поэтому сейчас мы уже на пороге 130 йен за доллар я вышел из позиции буду искать точку на разворот но пока что при таком тренде восходящего движения видимо придется подождать какое-то время но друзья вчера пара доллар йена котировалась на отметке 127 с небольшим и посмотрите больше двухсот пунктов меньше чем за сутки профита и золото 1877 долларов за тройскую унцию смотрим опять же на кайман распределение продавцов и покупателей все так же как и вчера большинство сейчас золото покупают рынка идет против толпы и вчера поставили каткосочную цель в районе 1860 эта цель пока актуальна но я повторю друзья я в каткосочных сделках не участвую я буду искать все уровень чтобы купить и возможно это уже не раньше 1850 долларов за тройскую конусу на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии все пока